Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня снова речь пойдет о черенковании, о весеннем черенковании, который лично у меня в самом разгаре. Это самое, пожалуй, актуальное и хорошее время для размножения ваших любимых растений. И вот буквально совсем недавно я делала посев остеоспермом и вербеной и практически израсходовала все свои торфяные таблетки, забыв о том, что мне не понадобится для того, чтобы черенковать. Именно укореняю я ту же бегонию в торфяных таблетках. Это удобно, я про это вам рассказывала. И вот с мужем вчера мы решили прогуляться до Окея, купить продукты, ну и заодно посмотреть, есть ли там что-то в наличии с торфяных таблеток. И по скидке были вот такие таблетки. Почва ТАПС 3D действия, которые, кстати говоря, я не встречала ранее в магазинах города Санкт-Петербург, хотя, конечно, я о них и наслышана. И я решила взять на пробу две упаковочки. Эти таблетки уже заправлены и фунгицидом, и минеральными удобрениями. Вот в такой вот биоразлагаемой оболочке я посмотрю. Скорее всего, я все равно оболочку буду снимать, но вот так, по крайней мере, мне удобнее. В общем, буду пробовать. Ну, вот так вот они выглядят. Понятное дело, что они пока в сухом виде. Ну, в общем-то, буду пробовать и, конечно, покажу вам, когда они уже будут в действии. Что я сейчас активно черенкую? Ну, во-первых, это бегония. То есть я еще вот три черенка. Это уже бегония прошлого сезона. Я ее тоже решила начеренковать. У меня просят знакомые, что Наташа, если есть возможность, ну, в общем-то, почему бы мне не поделиться. Далее. Вот эта вот бегония, которую я черенковала в торфяной таблетке, показывала вам, что от корня пошли новые побеги. Вот, пожалуйста, когда у нас вот эти нижние побеги активно разрастутся, можно вот этот также побег взять на черенок. То есть размножается все просто в геометрической прогрессии. Далее. Что касается бегонии латиор, которую мне подарил муж. Я тоже поставила ее в стаканчик. Посмотрите, здесь уже потихонечку появляются корешки. Пока ждем. Снова вот еще к ней присосидился один листик, который я тоже недавно сломала у своей бегонии латиора. В общем, их теперь тут два. Следующая из того, что я черенкую, это ампельная вербена, которую я приобретала в виде черенков в магазине Огород Маркет. Вот у меня последняя торфяная таблетка осталась. Я сюда посадила два таких маленьких череночка. Ну, а остальные посадила в торф Классман, потому что на тот момент только у меня он был в наличии. К сожалению, в большом магазине Огород Маркет торфяные таблетки тоже закончились, поэтому сажать было не во что. Но ничего страшного, я думаю, что вот в тепличке все тоже активно хорошо приживется. Потому что сейчас, еще раз повторюсь, самое подходящее для этого время. Самое распространенное и укореняемое растение, которое у меня есть, это бальзамин импатинс. Вот это уже не знаю, какая по счету партия. Что-то уже находится в стаканчиках. И, честно говоря, я, наверное, с маточниками со своими попрощаюсь. Ну, что значит с маточниками? Это те же череночки, только которые я укореняла по осени. Естественно, за время зимнего периода они выросли в огромные кустищи. И я уже просто предлагаю людям заберите за ради бога, иначе я их выброшу. Потому что, ну, такого количества мне бальзаминов просто не надо. Плюс ко всему прочему, такая для меня радостная новость. Помните бальзамины, которые я приобретала в магазине Огород Маркет? Я все ломала голову, спрашивала у продавцов, вегетативные они или просто выращенные семян. И выяснилось, что это бальзамин и музыка. Огромные красивые махровые соцветия у меня в данном случае будет белый и красный. Сейчас еще пока... Так, отцепись. Вот этот вот видно бутон, но посмотрите, какой он пушистый. То есть явно понятно, что здесь будет маленькая такая а-ля розочка. И здесь уже вот тоже можно будет взять череночек, размножить. То есть вот эти бальзамины, это, конечно, супер и классно. Вегетативных у меня еще не было, поэтому мне интересно их почеренковать, их размножить. Ну, в принципе, бальзамины от биотехники, они тоже по-своему хороши. Но, в общем-то, все равно подоконники не резиновые, с чем-то придется попрощаться. Но в любом случае все можно размножить, все можно продублировать. В этом своя прелесть, конечно, есть. Вот, друзья мои, такая у меня сегодня для вас информация. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся и всем пока-пока.